В строгом черном костюме и рубашке, элегантном галстуке Виктор Евграфов невозмутим и чертовски обаятелен. Сыграв главного кинозлодея, профессора Мориарти в советском сериале о Шерлоке Холмсе, он не стал актером только одной роли, показав зрителю разнообразие характеров своих героев. Практически всю свою жизнь Евграфов живет в Самаре, своем любимом городе. Я вырос на 116-м километре от Сёцгорода, у меня отец был летчиком, и я родился в землянке. Видимо, два года мы провели с семьей в землянке, мама рассказывала. Видимо, я от этой земли не могу оторваться, хотя было очень много возможностей уехать за границу, остаться в каком-то другом городе. Но, видимо, вот эта земля, она меня удерживает, она не дает мне, так сказать, оторваться от нее. В кино Евграфову не раз приходилось тонуть, падать с большой высоты или виртуозно скакать на лошади. На съемках фильма «Империя орлов» актер получил серьезную травму, спасая своего товарища во время каскадерского трюка. На восстановление здоровья у него ушло 6 лет. Вот этот вот период, как бы, он не дал возможности мне доиграть, вот, долюбить, дожить. И, в общем-то, надежда есть на то, что я попытаюсь, по крайней мере, хватит ли у меня сил, вернуться в кинематограф. Когда вот я разбился, в принципе, и у меня как бы сердце, оно как бы разрывалось, и душа, так сказать, тосковала. И вот эта энергетика, которая в тебе была заложена, она, так сказать, выходила через эти рисунки. И, собственно, они мне спасли. Это, как бы, вот, мои несыгранные роли. Это, вот, допустим, ностальгия об актерской профессии. Это, как образ Сильвестра Сталлона, то есть Рэмбо. Это автопортрет. Как это ни странно? Это автопортрет. Это мои мысли, мои скукуны. На творческую встречу с актером пришли и студенты, и друзья, и поклонники таланта. Увидев кадры из фильмов, которые действительно, ну, вошли в историю нашей страны, замечательно. И увидеть вживую актера. Акция «Пишем историю вместе» музей Алабина продлится до конца октября. О знаковых событиях, людях и местах, связанных с нашим городом, будут рассказывать и простые жители, и известные самарцы. Юлия Черняева, Станислав Левин. События.